Здравствуйте! В эфире программа «События недели» С самыми важными и интересными новостями города Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева В этом выпуске вы увидите Планерное совещание, кражи велосипедов Совещание руководителей Соревнования в клубе «Атлант» Длинная вечерка Планерное совещание при исполняющей обязанности главы города Надежде Иннокентий Внерандиной состоялось в минувший вторник О противопожарном режиме, летнем детском отдыхе и итогах прошедшего отопительного сезона ремонте дорог и других темах Смотрите наш следующий сюжет Зарегистрированы первые случаи укусов клещами людей Зарегистрированы первые три укуса клещами взрослых Один на Дашьке, Душькачах Один на Дзелинде Один на Дашьке, в районе улицы Надежды С начала года в Севербайкальске зарегистрированы десятки пожаров Подавляющая часть из них произошла в расселенных счетовых домах Всего с начала года на территории города Постаданного зарегистрированного пожара Что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года На один случай был больше Данная пожароопасная автоматка в городе Связана напрямую с несвоевременным Сносом неэксплуатированных строений По регистрации сообщений Поступлений зарегистрированы в Севербайкальске С начала года в 114 сообщений Связанных с пожарами Из них 90 сообщений Именно со сгоранием Соселенных неэксплуатированных строений Сейчас в смысле проверки С органов полиции К новой стали возвращаться Ранее направленные по последствии Материалы В ходе которых Суперимой полицией было установлено Что к ряду пожаров Расселенные неэксплуатированные строения Причастны с ученоведниками детям С этим хотелось бы, конечно, обратиться к родителям А также К органам образования О том, что с детьми Необходимо провести дополнительные занятия В рамках классных часов На данную тематику Особое внимание уделить детям Учащихся 5-8 классов По результатам рассмотрения данного сообщения Информация будет направлена в комиссию С первого мая По всем северным районам Бурятии Введен особый противопожарный режим Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства В связи с введением особого противопожарного режима Введен запрет на выход граждан в лесной мосеи То есть в данном направлении Сейчас сотрудники полиции Республиканского агентства лесного хозяйства Активно проводятся рейдами мероприятий По выведению граждан, убивающих в лесной мосеи Изменения правил противопожарного режима Постановление правительства Российской Федерации С номер 1717 От 30 декабря 2017 года Правило дополнено тем, что Теперь собственники земель Лицу полномочия владеет Распоряжаться земельным участком В границах своей территории Обязаны производить уборку территорий И попоз травы в течение всего пожароопасного периода То есть теперь при случае возгорания Лицу полного покрова То есть в случае выезда пожарной Возвращение таких загораний То есть будет возводиться административное расследование По удовлетворению В общем, в 100 случаев данного В апреле этого года Севербайкальским отделом ЗАГС Зарегистрировано 93 акта гражданского состояния В их числе рождения 36 Смерти 25 Заключение брака 13 О расторжении брака 9 Об установлении отцовства 7 Об установлении 1 О перемене имени 2 В конце апреля в одном из многоквартирных домов По улице автомобилистов Произошел пожар В результате которого пострадали 7 квартир Причиной возгорания стали вещи Оставленные в коридоре подъезда В ближайшее время Причастными ведомствами Начнется проведение рейдовых мероприятий После 20-го числа Уже пойдем с рейдами по Жилфонге По этому городу Так и по новостройке Поэтому хотел бы обратиться к жителям Чтобы до этого времени Ну мы уже писали Предписание и объявление Чтобы весь свой Своимущество Там мусор Еще что-то С площадок С места общего пользования Убрали Чтобы потом не было Лишних вопросов И уже Не приводили к той ситуации Уже когда будет Выписано Предписание И штраф В правилах Люди тоже подходят Спрашивают Интересуются То есть в правилах Четко прописано Что в коридорах Общего пользования Поэтажность Получается в личных Ветах Запрещают Устанавливать Кладовые Подсобные помещения Также хранить Горючие материалы И вещи И мебель Всего То есть Данные Кладирования Являются непосредственным Стоим Способствующим Возникновению пожара То есть И Повреждение Имущества Не только Жильцов дома То есть Ну и самого дома То есть За нарушение Данных требований Презусмотрено Административное Ответство С награждения За 2 тысячи рублей Сейчас То есть Определились После 20-х числа Не выходить Чтобы потом То есть Граждане Вопросы не задавали Можно Нельзя То есть Данные Действия Прочиняются Сотлические Свою работу Продолжает Комитет Городского Приобретение Жилопомещения Для граждан Проживающих В балках И вагонах То что у нас Казается 28 мэр На сайте Закупок На торги Выставок Документация По 16 квартирам По 2 контракта Уже заключены По 14 квартирам Из 14 квартир Оставшихся На 12 На 12 Подали заявку То есть Есть претенденты Пока не видим Кто это И на 2 квартиры Нет ни одной заявки То есть Вот такая информация Проходит На общую сумму Получается Это 31 миллион Мори Округлено 31 миллион Разместились Говорили на планерном совещании И о чистоте парка Трудовые коллективы Убирали парк 28 апреля Убрали парк Все чисто Молодцы Все прибрались Вчера Мы идем опять в парк Проблема та же То есть Люди На детской площадке Распиваются Купые напитки Бутылки валяются Вокруг Везде Уже вот Прошла буквально Неделя С момента уборки Уже там идет Мусор Опять мусор Стоят Хотя рядом Контейнерные баки Все валяется Детская площадка То есть получается На детской площадке В общественном месте Происходит Распитие Спиртных напитков Один тренажер Помимо того тренажера Когда трудовые коллективы Убирали Один тренажер Нашли в лесной зоне Этот тренажер Б пока убран Выкопан Вчера еще обнаружила Что еще один тренажер Половина сломана То есть Не хватает уже Части этого тренажера В Свербайкальске Стартует летняя Детская здравительная Компания Среди предложений Есть и путевки в Анапу Нам выделено 50 путевок В Анапу Мы сейчас проводим Набор детей Отправляется поезд 18 июня По 14 июля 21 день Дети будут отдыхать В Анапе Значит Стоимость И проезда И путевки И питания 29 тысяч Поэтому Если есть желающие Направить своих детей В Анапу Обращаться В управление образования Номер телефона 26 Олег Федорович Усынин Поднял вопрос О сроках Проведения Ямочного ремонта Значит Так надо Посмотреть Как выполняется Ремонт По дорогам Объявлены Конкурсы Нет? А что мы тянем? Мы не тянем У нас идет Разработка Правительной документации Мы сейчас Будем На следующую неделю Оставляется Сбербан И Золотой ключ Вот эти Две дороги Остальные По ремонту По ямочному ремонту По ямочному ремонту Там тоже самое Та же самая ситуация Какая? До октября месяца? На мая месяца Олег Федорович На снег сошел Нам нужно сделать Смету сначала Так он уже сделал Объемы сняты Он сделал смету Смету Сколько будет? Сметчик делает смету По проколам что? Сметчик делает смету Потом у нас должна быть Экспертиза Сметная стоимость Хорошо Сколько времени Это займет? Вот давайте скажем Вот на сегодняшней планерке К какому сроку Мы начнем делать? Я думаю Что в июне Мы начнем делать В июне? Да Компания Айронет Объявляет о начале Подключения Высокоскоростного интернета По технологии Джипон Для жителей поселка Заречный Оптическое волокно В дом Скорость более 100 мегабит в секунду Автономная работа Даже при отключении Электроэнергии Подключайтесь К оптической сети Айронет И оцените качество Новых технологий Узнать подробности Можно по телефону 2-46-96 Или на сайте Айронет В разделе клиентам Предлагаем мебель всем На полиграфистов 7 Шкафы купе Встроенная и корпусная мебель По индивидуальным заказам От компании Союз мебель Интересные дизайнерские решения Высокое качество Бесплатный замер Заявки принимаются В магазине и по телефону 8-924-657-1658 А также предлагаем Мягкую мебель Кухни Спальные гарнитуры Детские комнаты Мебель для ванных комнат И офисов Различные столы Стулья Матрасы И многое другое В большом ассортименте Сделайте свой дом Уютней Создайте ваш неповторимый стиль С компанией Союз мебель С каждым годом растет количество велосипедистов На улицах нашего города К сожалению, растет и количество краш этого двухколесного транспорта Об этом наш следующий сюжет Самым распространенным двухколесным транспортом В Севербайкальске По-прежнему остаются велосипеды Несмотря на все рекомендации сотрудников полиции Большинство владельцев этой техники Относятся к ней более чем безответственно Бросают велосипеды, уходя в магазины Оставляют их без всяких средств защиты В подъездах А ведь стоимость многих моделей Достигает порой Нескольких десятков тысяч рублей Только с начала сезона В нашем городе было похищено Четыре велосипеда Последний эпизод зафиксирован в подъезде одного из домов За совершение данного преступления По горячим следам В ходе оперативно-розыскных мероприятий Был задержан несовершеннолетний житель города Севербайкальска У которого был изъят похищенный велосипед В настоящее время по данному факту Возбуждено уголовное дело По части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ В отношении подозреваемого Извраны меры пресечения В виде подписки о невыезде И надлежащем поведении Еще раз хотелось бы обратиться К жителям нашего города Не оставлять свои велосипеды Без присмотра В подъездах Принимать все исчерпывающие меры К сохранности своего имущества 27 апреля состоялось совещание Руководителей городских организаций В ходе которого было рассмотрено Несколько вопросов Среди них завершение отопительного сезона Программа благоустройства И жилищно-коммунальная тема Лариса Зеленовская подробнее Отопительный сезон 2017-2018 годов Подходит к концу Все его сложности ощутили на себе Как жители города Так и акционерное общество Теплоэнерго Рассказывал руководитель этого предприятия Павел Шишкин Тяжелая для города ситуация Приступила к работе это общество Существовали проблемы В работе технологического оборудования Было проведено много остановок котлов В связи с их неподготовленностью к работе Вышел из строя резервный котел номер 5 Который предназначен для сглаживания Непредвиденных аварийных ситуаций Также существовали проблемы И с отоплением города Все запомнили 30 января Когда было остановлено два котла Поступало огромное количество Жалоб от населения На некомфортную для проживания Температуру в квартирах горожан В настоящее время Нам удалось сделать что? Во-первых Все-таки Произвести ремонт Того самого пятого котла То есть мы его отремонтировали В настоящее время Он находится в резерве Также Были произведены Другие восстановительные ремонты Которые Помогли Закончить Скажем уже Непосредственно отопительный сезон В настоящее время Мы смотрим в будущее Смотрим уже В сезон 2018-2019 Года А также заглядываем На трехлетние перспективы В период В рамках этой работы В настоящее время Есть Программа Составленная программа Ремонтов На 2018-19-20-21 годы То что касается Ремонтной программы 2019-18 года Есть Собственные средства Которые мы Должны как предприятие Вложить в текущие ремонты Эта сумма составляет 14 миллионов рублей Из них Уже Закуплено Материалов На 2,5 миллиона рублей Для того чтобы Приступить К работе В летний период Ну и Дальнейшая Дальнейшая работа По Проведению ремонтов Она продолжается Помимо работы Которые предстоит провести Уже в этом году Также предстоит провести Еще и плановые работы Для проведения Восстановительно-ремонтных работ Продолжал Павел Шишкин Общая сумма работ Которая предусмотрена В рамках Этой ремонтной Восстановительной программы В этом году Составляет 69 миллионов рублей Безусловно Средств У предприятия Таких нет Поэтому мы На сегодняшний день Работаем Очень плотно С Министерством Строительства И ЖКХ Республики Бурятия Для того, чтобы Решить вопрос По прохождению Отопительного сезона 2018-2019 года Какие работы Закладываются у нас В эту программу Безусловно Это Вопрос Связанный с Заменой Дымовой трубы На центральной котельной Это Основная такая Большая проблема Которая на сегодняшний день Существует у нас Для вхождения В отопительный сезон А также Для повышения надежности Мы Предусматриваем Замену одной из Котловых ячеек То есть По сути дела Полностью Восстановить Один из котлов Помимо этого Также Мы Уже Заканчиваем Работу По Балансировке Системы отопления В городе Тоже эти проблемы Всем известны Это у нас И поселок Железнодорожников Кокутузовка И Уже Новый Новый город То есть Проблемы Эти тоже Они В общем-то Известны Регулировка Систем Отопления Она заканчивается Подходит Залогическому Завершению На сегодняшний день И Надеемся Что в следующий Отопительный сезон У нас будет Все Гораздо лучше Чем В этом году Согласно Проведенного Голосования 18 марта 2018 Года По благоустройству Города По федеральной Государственной Программе Формирования Комфортной Городской Среды Победил Проект По благоустройству Городского Парка Говорила На встрече Надежда Рандина На реализацию Этого Проекта Выделяется Различными Значит Бюджетами Федеральным Республиканским И Нашим Местным Бюджетом 9 миллионов 750 тысяч Рублей Из них 40% Это 3,6 Десятых Миллиона Рублей Пойдут Конкретно На благоустройство Парковой Зоны Оставшаяся Часть Направляется На благоустройство Дворовых Территорий Значит Общественная Комиссия Состоялась И были Определены Дворовые Территории Которые Будут Благоустраиваться Это Новостройки Нашего Города Улица Богача Дома 4,6 И улица Автомобилистов 7,9,11 Значит Также Из этой Суммы 1 миллион Рублей Выделяется На Ремонт Дворовых Площадок Старых Дворов Ну вот Который Раньше Был у нас Новый Город Значит Вот На Миллион Выделяется На Эти Дворовые Территории Но Будет Конечно Это Все По Минимуму Это Не Такие Большие Суммы Будут Проведены Ремонты Дворовых Проездов Установлены Скамейки Урны Значит Сметы Уже Подготовлены И отправлены На Госэкспертизу Значит По Парку Значит Будут Сделаны Такие Работы Как Дорожка До Детской Школы Искусств Смета На Один Миллион Рублей Освещение Тоже Один Миллион Рублей Значит На Один И шесть Миллионов Рублей Приобретается Спортивное Оборудование Это Турниковый Комплекс Оборудование Для Скейта Ну в общем И Игровое Оборудование Один Миллион Двести Тысяч Рублей Запланировано На Ямочный Ремонт Сейчас Определяются Улицы И места Где Будут Проходить Эти Работы Также Запланировано На 18-й Год У нас Ремонт Дорожного Покрытия По Улицы Улицы Дованской И 60 лет СССР Сумма Составляет 8 Миллионов 837 Тысяч Это Заканчиваем Мы 60 лет СССР Второй Этап Дорогу Запланировано Также 2 миллиона 599 Тысяч На Ремонт Дорожного Покрытия По улице Полиграфистов В районе Детского Сада Золотой Ключик 2 миллиона 372 Тысячи В районе Сбербанка Рекультивация Земель Подснесенными Счетовыми Домами После завершения Программы Переселения Еще один Злободневный Вопрос Для города Один миллион Рублей Уже Отыграны Отрабатывает Наша Организация Железнодорожная СКА Они убирают Вот Около Домов Новостроек По улице Мира Остальная Пока территория Зачищается И Как только Состоится Сессия Народного Хурала Практически Вопрос Этот Решен Только Нужно Чтобы В июне Месяце Хурал Утвердил Наши 12 миллионов Которые Будут Потрачены Как раз На Рекультивацию Вот этих Наших Всех Участков По убору По уборке Счетовых Домов До Октября Месяца Мы должны Будем Все эти Работы Сделать Расчистить Руководитель Чистого Города Алексей Добровольский Рассказывал О проведенной Работе По зеленению Города И по уборке Мусора Мы убираем Вдоль Дорог Вдоль Пешеходных Тропинок То есть Это касается Только вдоль Них Это не Говорит о том Что мы Убираем Где-то Лес Где-то Около Каких-то Предприятий Дворов Дворов Кстати У нас Нет Мы Дворы Не Убираем Убирают Управляющие Компании А где Дома На Непосредственном Управлении Там Жители Сами Убирают Вокруг Своих Домов Поэтому Как бы Здесь Должны Правильно Понимать Что мы Убираем Только там Где Идут Дороги И пешеходные Тропинки Так А также Остановки Тоже И как бы Урны Которые Установлены Вдоль Пешеходных Дорог То есть Если какие-то Вопросы Есть И где-то Кто-то Увидел Что не Убирается Пожалуйста Звоните На наш Телефон 2 10 81 Все Вопросы Мы решаем Обсуждаем Рассказываем У нас в контракте Что мы должны Делать Что не Мы должны Делать Мы Объясним Стоимость Одного Куба На утилизации Да На полигоне Стоимость Одного Куба Неизменно Уже Несколько Лет То есть И Муниципальные Предприятия По нему Работали МОК-система О-система Экосистема Кто-то На полигоне Не работал У всех Одна цена Была И УСКА Тоже 92 рубля 68 копеек Один куб Управляющая Компания ТЭС Также Занимается Уборкой Территорий О своей работе Докладывал Ее руководитель Андрей Чупраков Были Определены Места Установки Баков Для сборки Мусора Потому что Раньше Подъезжала Машина В этом году Мы решили От этого Отойти Потому что Последнее время Сложилась Тенденция В нашем городе Особенно Вот на Постоянном Здесь Не на новостройках На этом городе Кто-то На работе Кто-то Не успевает И выносили Мусор Мы все Видели Что мусор Был Все Те точки Где Подъезжала Машина Было Все Завалено Мусором Поэтому Было Принято Решение Администрации Совместно С чистым Городом Управляющей Компанией Перейти На баки Баки Поставили Но возникла Другая Проблема Это Собаки Это Все Частично Малую Часть Это Где Были Самые Такие Острые Проблемы Мы Своими силами Огородили Эти баки Ну Также Управляющей Компанией Было Посчитано Количество Размеры И Сколько Надо Еще Ограждений Для Этих Баков Эту информацию Мы передали В комитет Городского Хозяйства Сейчас Делается Сметный Расчет Стоимости Остальных Видов Работ Что будет Сделать Ограждение Баков Но Эта работа Ведется И Будет Сделана Также Включая Этот город И новостройки Наши Также Запланировано В этом году Ну Как ежегодно Мы делаем В этом году Больше объем По ремонту Пешеходных Дорожек При домовых Территориях Запланировано Запланировано Мы в прошлом году Начали делать Это на Студенческой 8 Дом Там вообще Проблемный дом Что Изначально С дачи дома Вообще Тротуаров Не было Мы часть И люди Выходили Прям на Проезжую часть Получается В прошлом году Мы Половину Подъездов Сделали В планах Стоит Доделать Со стороны Вот здесь Паруса Где У нас Доделать Еще дальше Тротуар Также Запланировано У нас Ремонтные Работы По Сделать Ограждение В тех Домах Где есть Острая Необходимость Просто люди Там в этих Домах Начали Делать Стоянки Прям Возле Окон Это у нас Полиграфистов Один Ленинградский Четыре Много Жалоб Под население Будем Делать Так же Чтобы Автомобили Не стали Рядом Под окна Домам Будем делать Ограждение Соблюдать Чистоту На своих Придомовых Территориях И уважать Труд Работников Занимающихся Наведением Порядка С таким Обращением Обращался Андрей Чупраков Горожанам У нас Есть такие Случаи Есть фотографии Есть подтвержденные Что даже Жители При То что Стоят Баки Просто Не доходят Там Дойти до Бака 10-20 метров Люди Не доходят Бросают Тут же Выходя Из подъезда Или В мусорку Или еще Куда-то Да Дворник Это уберется Берет Ну как говорится Чисто там Не там Где убирают А где не мусорят В поддержку предприятий Следящих за чистотой Городских улиц И придомовых территорий Выступил Анатолий Амельченков И мне например Как Проседателю Городского Совета Ветеранов Очень стыдно За нашу категорию Людей Которые Не уважают Труд Наших людей Что с мешками Ходят Нагибаются Окурки Собирают Пачки Сигарет И прочее Не обидно За тех людей Которые Как будто к нам С луны Кто-то приезжает Этот мусор И что-то Грязь Приносит Это же мы Жители города Вот буквально Свежие примеры Около администрации Хорошие Скамеечки Сделаны Красиво Управляющая компания Покрасила Поставила Но надо же придумать Поплясать На этих Скамейках Попереломать Все что сделали Люди Может быть Их родители Может быть Их братья Или же Ко мне вот Приходит Пенсионерка Вчера говорит Говорит Да слез обидно Хотелось бы Этому мужику Зубы повбивать Костылем Но сил нет На остановке Сидит Две урны Рядом Нащелкал Телу Тьму Семеч Когда ему Сделали Замечание Он обложил Трохэтажным Матом И сидит Довольно Дорогие друзья Надо же уважать Друг Друг Надо любить Город Первые в городе Соревнования По силовому Троеборью Состоялись 5 мая В спортивном Клубе Атлант 17 участников Самого разного Возраста Решили попробовать Свои силы В трех видах Упражнений Силового Троеборья Жиме штанги Лежа Приседания Со штангой И становой тяги Помимо максимального Количества повторений Задачей спортсменов Было и поднятие Максимального веса 200 килограмм В жиме лежа Такой рекорд Поставили сразу Два участника Один из которых Тренер клуба Атлант Пауэрлифтингом Он начал заниматься С 17 лет Сила воли Упорство в тренировках Правильное питание И режим Составляющий успех В этом виде спорта Говорит Виталий Жданов Всего в клубе Занимается около 70 человек Среди них немало Школьников Которые выбирают Здоровый образ жизни По итогам соревнований Победители в разных номинациях Получили грамоты Медали и сертификаты В планах организаторов Сделать такие состязания Традиционными Привлекая спортсменов Из других клубов Приглашаем всех жителей Вестей города Севербайкальского Спортзала К вам Приходите Здоровайтесь Здоровым телем Здоровым Сделался 30 апреля В месте отдыха Дальний кордон О том, как прошло Вкусное и веселое мероприятие Расскажем в нашем сюжете Идею возродить Старинные традиции Севербайкальские казаки Вынашивали давно И этот первый блин Не стал комом Дебютная вечерка Собрала немало Участников и гостей Блины с древних времен Считаются визитной карточкой Русского стола Этому блюду Более тысячи лет А разновидностей И вовсе не перечесть Блины бывают Ажурные Дрожжевые Мы сделаем красные На молоке Красненькие Короче, всякие разные И с творогом И с рыбой И с красной И с икрой Все у нас будет У нас будет 10 разных блинов Не просто пришлось в этот день Членам жюри Помимо вкусовых качеств Они оценивали начинку И оформление Не просто блины А произведения искусства Участники конкурса Подошли к приготовлению блюда С особой фантазией И сметанка И смеод И варенье Икра заморская И грибочки Душкочанские Рецепт вкусных блинов У каждой хозяйки свой Но в едином мнении Сошлись все Без хорошего настроения Никуда Конечно, хорошее настроение Душа Светлая Чистая Радость И обязательно С любовью готовить Не просто кулинарный поединок А целое представление Некоторые команды Подошли к конкурсу С творческим настроем Здесь и костюмы И танцы И песни И частушки О том, что сильная половина Человечества Умеет готовить Не хуже женщин Знают все Еще одним доказательством Этому стали блины Приготовленные Мужскими руками Соответственно Укроп Помидорчики Огуречек Вставляется внутрь Ну и Получается Такое вот Один блин съел И сытый Да? Ну, можно так сказать Да В конце мероприятия Команды участники Получили грамоты И призы По словам Атамана Севербайкальского Казачьего общества И организатора Блинной вечерки Александра Тырина Такие мероприятия Должны стать Хорошей традицией Начало, которое Было положено Более чем успешно Компания Айронет Объявляет о начале акции Для жителей Нового города И новостроек Оборудования в аренду Теперь При подключении К нашей сети Компания предоставляет Wi-Fi роутер И телевизионную приставку В аренду Всего за 1 рубль в месяц Ознакомиться с условиями Акции подробнее Вы можете на сайте Айронет.инфо В разделе клиента На этом у нас все Смотрите все выпуски Программы События недели На канале Ютуб Социальные сети А ВКонтакте Одноклассники А также на сайте Компании Айронет Мы увидимся На следующей неделе Берегите себя И оставайтесь с нами До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok